Ола, Атолас. Ола. Сивен, расскажи, пожалуйста, чему нас хочешь сегодня обучить? Сегодня мы продолжаем соотносительные местоимения. Часть 2. Мы будем использовать ку-жо, дон-де и ку-ан-ду. Значит, чей, где и когда. Так, давайте тогда рассмотрим, когда мы используем чей. Мы используем чья, чей, чьи для того, чтобы указать принадлежность. Или может быть какое-нибудь другое отношение. Это может быть родство или происхождение. Так вот, давайте рассмотрим пример. У меня есть друг и его отец фотограф. Мы можем использовать ку-жо и будет то же самое, но с ку-жо, вместо имени ку-жо. Например, у меня есть друг и его отец фотограф, да. То есть у меня есть друг, чей отец фотограф. Здесь, ребята, обратите внимание, что у нас перед чей будет запятая. В испанском языке запятой нет. Просто у него, у него, у него, у него, у него, у него есть фотографа. Да. То же, лос-алумнус, ку-жо сном-раздига, pueden salir. То есть, кей, студенты, чьи имена, говорю, могут выходить. Так, мы можем использовать предлог, плюс на шместимение ку-жо, да. И плюс на существительное. Например, если сеньор, то есть у нескритор, да. Ты говорил о своих книгах. То есть, этот мужчина писатель. Я тебе говорил о его книгах. То есть, мы можем использовать кто-жо, и будет означать тоже самое. И будет с эсээкриттор де кучо слигрус ДСФА 말а. То есть, здесь мы использовали предлог Д, и на существительный книг. Либрус, да. И переводится... Это писатель, чья книга я тебе говорил. Соответственно, здесь Д используем, потому что речь идет о книгах. Да, да, и мы говорим, что это от который, да, от писателя. Андрей, здесь, еще раз, можешь ты, если, вот по-русски мы сказали бы, это писатели, о чьих книгах, о, да, мы говорим, я тебе говорил. Интересно, здесь все-таки D мы используем из-за того, что есть учтительные книги, потому что если бы, здесь без D можно было бы сказать, это писатель, чьи, то есть непонятно, чьи книги. Да, 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 например, можно было бы сказать без D, если бы просто речь шла о писателе, например, писатель, чья жена, тоже писатель, например. Это профессор, в чьей доме были вечеринки, то есть здесь мы используем N, потому что в доме произошла вечеринка. В чьем доме, да? Да. По-русски так и говорим, в чьем доме. Да, да, то есть важно, что мы используем КУЖО, КУЖА или КУЖОС, КУЖАС, то есть он должен совпадать с нашими существительными, да, если он мужской, то идет КУЖО, если женский, то КУЖА, или множество, то говорим С, да. Да, 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 да. самый высокий. И еще, например, используем множество число. «Коноску нас у сеньор, cujos hijos han estudiado физика». Я знаю мужчин, чьи дети изучали физики. Мы можем использовать «донде», «донде» значит «гиде», или «а донде», для того, чтобы говорить про местах. Например, «донде» мы используем «гиде», именно в данный момент. «Гиде», например, «гиде ты находишься, а донде стас». «Эта» — это «дон», «гиде радился», «Cervantes». И мне просто нравится «рестаурант», «донде» мы помимом айер. У меня был «панрабилос» «рестаурант», «гиде мы», «чера яели». И мы используем «донде», 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 «дон». «Эта» — это «донде» у нас есть «дон», «дон», «дон». «Эта» — «дон», 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 «дон». То есть они идут туда, то есть мы используем «А донде?», если «Куда идти?», «А донде?». Мы можем тоже использовать «А донде?», чтобы спросить что-то. Вопросительный. Да, вопросительный. Например, «А донде вас?», «Куда идешь?». Мы можем использовать «Кондо?», «Когда?», для того, чтобы обращать внимание на время. Когда мы встретились или познакомились, то есть это конкретное время. Мы можем посмотреть примеры. Давай третий. «Коноско...» «Знаю». «Коноско...» «Коноско...» «Су мадре...» «Ес капитан...» «Ежерсито». «Ежерсито» «Ежерсито» — это армия. «Коноско...» «А у чайко...» «Куя...» «Мадре...» «Ес капитан...» «Ежерсито». «Да, совершенно верно. Здесь «Куя», потому что «мадре», да?» «Женский род». «Знаю одну...» «А ку-йо», то есть «чайко», господи. «Но, нет, здесь «Куя», потому что мы говорим про «мадре», про «иё мать». «Круто, классная ошибка». «Знаю одного парня, чья мама...» «А, в подмоски то же самое». «Чья мама капитан армии». «Отлично». «Да». «Итак, ребят, обратили внимание, да, что здесь «чья», «чья» относится «мадре», поэтому «женский род», «куя» говорим. «Да». «Давай». «Может быть, седьмой». «El verano pasado ayudamos a una familia». «Летон чего?» «Прошлое лето?» «Помогли семьей». «Отлично». «Итак, да». «Да». «Отлично». «Помогли охоте». «Отлично», это как «сломалась», или «предельно работать». Летом в прошлом помогли семье, чья машина сломалась. Так, посмотрим третье упражнение, а донде, а донде и кандо. Потому что это место, где я учился. Ребята, в упражнении 29.3 здесь нет уточнения по поводу того, что нужно не просто донде, а донде и кандо использовать, но обязательно обращать внимание на предлоги. Как раз я поймалась на этом. Это есть школа, мы говорим по-русски в которой, а в узпанском языке в где учишь. Estudie учиться. Это есть школа в где училась. Третий, давай третий. Доминго, когда больше людей приходят. Есть воскресенье? Ну я бы сказал по воскресеньям. Потому что это каждый воскресенье. По воскресеньям, когда больше людей приходят. Да, давай десять. Какая есть, в этом случае, наверное, которая. Фаль – это какой? Только какой. Которая не может быть. Которая? Учь. Которая деревня? На русском так и говорят, которая деревня? В русском, да. Есть ли такое значение слово «фаль»? Можете спортировать. Но мы обычно спортом «какая?» Какая есть деревня? Куда ездишь? Я сейчас боюсь. Для вы. Один или много? Ездите много. Какая есть деревня? Куда ездите летом? Угу. И так, ребят, тема очень интересная. Это, собственно, когда мы два простых предложения соединяем по помощи в русском языке, который называется «Соединительные союзы». Если я не ошибаюсь, по тракте. «Соединительные союзы»? Ну, как я помню. Естественно, ребят, кто филолог русского языка по тракте, кто школьник, вы по альбому, вы до сих пор помните. Да, в общем, из двух простых предложений, когда мы делаем одно соединяемое по помощи. «Куя-куя», «Куяс-куяс» и «Донде-адонде» и «Куанде». Здесь самая главная практика, тема понятная, упражнения уже закончатся в учебнике. И, ребят, ждем вас по-прежнему на наши бесплатные пробные уроки в испанском языку с нашими учителями из Испании и Латинской Америки. И также, ребят, проект у нас бесплатный. Для всех желающих. Это мы делаем специально, потому что наша цель, чтобы, да, как мы больше людей говорили, да, говорили на испанском языке. Будет круто. Это наша мечта, нашей команды, чтобы все люди в мире были полиглотами. Знаем испанский, китайский, английский. Знаем много языков, вы сможете подсчитаться по самому миру, сможете быть свободными в плане заработка. Такая бы специальности у вас не была, говорят, что знание одного языка равносильное одному бакалавриату. Вы, честно, знаете три иностранных языка. Он будет вам дополнительный предбакалавриат. И Стивен, как всегда, спасибо тебе большое. Стивен делает огромное дело. Потому что не все учителя, ну, скажем, большинство учителей все-таки сосисляются на YouTube. Это люди разные. Я сама, когда много лет назад впервые была YouTube, очень соснялась. И проект наш бесплатный. Можете его поддержать. Под нашим видео вы видите данные, куда можете подчислить, сколько вас считаете нужным. В любом случае, нам придет поддержка. Потому что поддержание YouTube канала все свои идеи. Чтобы это все было качественно. И, как всегда, спасибо, что вы вместе с нами. И Стивен, скажи, пожалуйста, какую следующую тему ребятам будем рассказывать. Следующая тема будет вопросительные местные мнения. Ждем. Адьос. Адьос. Удачи. Понятно. Спасибо за внимание. Удачи. 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 Продолжение следует...